Часто ли ты вспоминаешь, что дышишь? Дыхание происходит незаметно, но без него человеку трудно прожить даже минуту. Вот почему люди, ныряя, не могут долго быть под водой. Там, в водной стихии, они не могут дышать. Воздух окружает всю Землю, словно оболочка. Он рассеивает лучи Солнца и создает видимое нами голубое небо. В космосе воздуха нет. Мы не видим воздух, потому что он бесцветен. Но можем почувствовать его, резко взмахнув рукой. Еще лучше возьми веер и помаши им на себя, создавая движение воздуха. Движущийся воздух напоминает ветер, только слабый. Птицы, взмахивая крыльями, как бы отталкиваются от воздуха. Их крылья похожи на два веера. Отгадай загадку. Летит, рычит, ветки ломает, пыль поднимает. Слышишь его, а не видишь его. Да, это ветер. Ветер — это движение воздуха в природе. Его перемещение с одного места на другое. Но почему возникает перемещение воздуха? Там, где Земля сильно прогрета Солнцем, нагретый воздух поднимается ввысь. Холодный воздух с другой части Земли, где были тучи и Земля остыла, устремляется на его место. Воздух — это не газ, а смесь газов. В его состав входят азот, кислород и углекислый газ. Человек и все животные дышат воздухом, поглощая из него кислород и выделяя углекислый газ. У кислорода есть еще одно важное свойство. Он поддерживает горение. Как бы жил человек без костра, печки и различных горелок? Есть такая загадка. Ни веса, ни цвета у него нету. Это, конечно, воздух. Вот некоторые свойства воздуха. Он прозрачен и бесцветен. Сквозь воздух мы видим предметы на большом расстоянии. Различаем их цвет, форму. А еще воздух не имеет запаха. Чистый воздух ничем не пахнет. Если мы подойдем к розе, то почувствуем аромат. Но это запах не воздуха, а лепестков цветка. Еще одно свойство воздуха. При нагревании он расширяется. В пробку, у которой закрыта колба, вставляем стеклянную трубку. Конец ее опускаем в воду. Если мы нагреваем колбу, из трубки начинают выходить пузырьки воздуха. Объем воздуха увеличился. Теперь положи на колбу влажную ткань. Воздух охладится, сожмется, и вода втянется в трубочку. Воздух уступил воде часть своего места. Можно проделать похожий опыт с воздушным шариком, нагревая бутылку свечой. Знаешь ли ты, почему в домах двойные рамы? Воздух плохо проводит тепло. Слой воздуха между стеклами не дает остыть дому. Зимой мы надеваем теплые куртки, шубы. Воздух между телом и одеждой человека не пропускает тепло, идущее от тела. И не дает нам замерзнуть. Животным одеждой служит густая шерсть. Между волосками много воздуха, и животным зимой не так холодно. Человеку и другим живым существам для дыхания нужен чистый воздух. Но в городах воздух очень загрязнен. И это угрожает здоровью людей и всей жизни на Земле. Люди должны не загрязнять воздух, а заботиться о нем. Растения в этом деле — первые помощники. Все зеленые насаждения очищают воздух от вредных веществ. Береги деревья и разводи новые сады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...